Привет, друзья! Это Avandale Argento. Он приехал на ремонт. Проблема у него такая же распространенная, как у многих прицепов. Шатание передней части. Немножко промялись полы в середине прицепа и небольшие проблемы в задней части прицепа. Все я это буду ремонтировать, все я это буду делать. Вообще, Avandale мне очень нравится. Несмотря на их такой спорный внешний дизайн, когда вот эта широкая юбка идет по низу, прямоугольные арки, которые визуально делают прицеп таким, как бы, низким. Не очень красиво смотрится, но зато внутри мне всегда нравились эти прицепы. Я всегда говорил, что свои деньги дизайнеры внутреннего интерьера этих прицепов получают точно не зря. Вообще, основная проблема прицепов Avandale – это протечка по соединению передней панели и крыши. Здесь уже, во-первых, видно, что наклеены катафоты светоотражателей и посередине, как видите, такая тоже светоотражающая наклейка была. Это говорит о том, что кто-то уже заклеил, и, скорее всего, там в передней части, как я уже сказал, была протечка, и начал корродировать, ну, окисляться алюминий. Поэтому я приступлю к ремонту, сниму переднюю панель, и мы увидим, что же стало причиной того, что начала шататься передняя часть. Процесс разборки. Ну, как предполагал, под катафотом здесь дырка в алюминии. Ну, здесь, скорее всего, то же самое будет. Пока еще наклейку не снимал, тяжело, отклеивается, зараза. Ремонт уже производился. Как видите, здесь стоят уголки. Делали ремонт изнутри. Вот они стоят, уголочки. Здесь не угадали с размером. И вообще, вот это, брусочки сюда вклеили, это 20-й брусок. Здесь должен стоять толщина бруска 22 мм. Соответственно, вся панель у нас, то есть, она не прилегает плотно к бруску. Она гуляет. То есть, вот здесь вот он, зазор остается. 2 мм. Проблема в том, что вроде 2 мм это совсем немного. И пластик прижмется. Но ширина резины, вот эта вся ширина, должна составлять 30 мм. Здесь она составляет 28 мм. И резинка, которая лежит на, ну, вот эта уплотнительная резинка, соответственно, она либо внутри, либо снаружи. У нее останется зазор 2 мм. Его, конечно, можно выбрать герметиком, но это неправильно. Поэтому придется все эти бруски убрать. И сделать нормальные бруски толщиной 22 мм. Здесь тоже менялись, как видите, тут так вот неровно все. Все это то ли ножом, то ли чем-то пытались убрать. Соответственно, здесь резинку прибили гвоздиками обычными. Она вообще не прилегала плотно. То есть, была возможность протечки. Здесь, как видите, тоже совершенно неровно. Вон какой зазор тут. То есть, все, не угадали. Не угадали с размерами. Поэтому, возможно, были и протечки. Хотя окна не текли. Основная проблема, конечно, будет поверху. Я думаю, что уверен практически, что закладная верхняя, она полностью сгнила. То есть, ее нет. Она достаточно сложной формы. У меня был как-то ролик, где я восстанавливал такую закладную. Тоже, а Ван Дейл делал. Где не было полностью оконной рамы. Она вся была сгнившая. Соответственно, здесь, скорее всего, будет то же самое. Тяжело в изготовлении. Но сделать ее можно. Все саморезы гнилые. Что-то шляпки пообломались где-то. Но, в принципе, практически ни один саморез не выворачивается. Здесь то же самое. Бито проворачивается. Все гнилое. Все саморезы сгнили вообще напрочь. То есть, по всей длине. Вот пока так. И здесь тоже множество трещин идет. То есть, по всей длине. Вот они, трещины, трещины. Их пытались заклеивать. Тут видно клей. Если видно, желтый такой. То есть, их пытались залить. Но толку это никакого не дает. Потому что все это расходится. Все эти трещины. Вот они гуляют. По всей длине. Вот они. Там, там. С этой стороны, на правом окне. Тоже большая трещина. Вот она сломана. И вот здесь, как видите, вот эти два миллиметра. Вот он. Зазор. Вот он остается. То есть, пластик гуляет. А должно быть абсолютно жестко. То есть, пластик должен на дереве лежать абсолютно плотно и жестко. Никакого вот такого гуляния не должно быть от слова совсем. Итак, передняя панель снята. Но вот так ремонт производился уже. То есть, люди так достаточно старательно делали. Поменяли вот эти все очки, так называемые. Вклеили сюда бруски. И вот так вот старательно даже утеплителем все это все заделали. Какой-то теплитель. Утеплитель. Но, к сожалению, вот здесь оригинальный уголок стоит. Да, здесь у нас уже вот так вот все скреплено. Это, конечно, совершенно неправильно. Что здесь была пустота. Все на уголках. Вот тут уголки. Здесь уголки. А по факту, то есть, очки заменили, да. Сейчас я покажу. Здесь у нас все гнилое. Закладная гнилая. Плохо, что уходит под крышу туда. Придется крышу поднимать. У нас здесь все совсем гнилое. Вот это вот, я надеялся, хоть она немножко сохранится. В качестве хотя бы лекала, чтобы по ней делать. Вот здесь вообще вот ничего. То есть, труха полнейшая. Вот это очень такая сложная деталь. Она вообще вся в хлам вообще сгнила под крышу. Ну, именно поэтому крыша прогнила. То есть, вот алюминий окислился. Здесь отверстие. Ну, я показывал и вот здесь. То есть, тут тоже ничего нет. Изнутри сейчас, когда не та панель, вот так все выглядит. Потому что здесь все гнилое. Дерево уже не кокущее. Подоконник гнилой. Вот я могу проломить. Вот он разваливается. Придется разбирать всю оконную раму. Полностью переделывать. Потому что бруски не в размер. Здесь надо брусок срезать. Он торчит. Здесь брусок наоборот утоплен. Вроде бы миллиметры. По факту углы надо делать заново. Соответственно, буду все это разбирать. До какого состояния будет разбираться, пока не ясно. Потому что все склеено. Внутренняя фанера. Она не в цвет, но она как бы под оригинал идет. Здесь трехмиллиметровка стоит. Сейчас я покажу. Она в принципе, ну обычная фанера. Кое-где так крепилась. Вот эта, она сломана. Тоже надо будет делать. По сути придется менять всю лицевую сторону. Все вот это лицо, так сказать, прицепа. Можно посмотреть, где делали прицеп. Сейчас можно открутить уголки. Это недолго. Как правило, это всегда остается. Так, давайте посмотрим. Не подлежит АДБЗРС. Не подлежит сертификации. Санкт-Петербург. Обуховская оборона 112И. В общем, делали это в России. Кто делал, не знаю. Но, к сожалению, косметический ремонт. Но из-за этого сейчас придется проделать огромное количество работы. Ну вот, что я, вот, к примеру, те 2 миллиметра, которые вот здесь не хватает, да, то, о чем я говорил. Вот видите, уголок. Влага попадает через резинку, потихонечку. Уголок вообще весь, уже весь ржавый. Здесь тоже самое, где-то он, вот он, тянул влагу. Соответственно, скоро бы, там, год, и вот это все бы, вся эта часть, она бы сгнила. Вот они, вот, как раз те самые 2 миллиметра. Ну вот так сейчас вычищаю. Хотел сохранить облицовку, вот эту, которая была вот сделана. Но, по факту, ничего не получается. Все склеено. Отдирается плохо, фанера лопается. Да и здесь, оказывается, верхний подоконник. Ну вот так вот выглядит. То есть, все совсем-совсем печально. Разборка идет полным ходом. Вот так верхнюю часть снимаю сейчас. Но вот здесь вот все в таком состоянии. Ну тут понятно, что гнилое. Но здесь ничего не держится. Так, уголками было притянуто. Но, по сути, притянуто вот к такой вот вещи. Здесь у нас все вот так. Это верхняя полка. Верхняя полка, которая сгнила вся вообще в хлам. Ну вот из-за неправильно подогнанных размеров, видите, как подоконник ушел. То есть, он туда вниз завален очень сильно. То есть, он должен стоять горизонтально. То есть, поставили сюда панерку в раскушку. Сюда декоративный уголок поставили. А сам подоконник, видите, как стоит. Вот неправильно соблюденные размеры. Ну вот, друзья, вот так выглядит все после очистки. К сожалению, здесь рейка тоже вся уже гнилая. Ходит ходунов. Но тут вот ничего нет. Она ушла вверх тоже гнилой. Но здесь понятно, гнилое. Это все в хлам. Подоконник тоже под замену. Потому что здесь он сгнил. Так все болтается. Тут все гнилое. Там вверх гнилое. И самое плохое, что вот полка, она тоже вся сгнила. Все менять надо. Все полностью менять. Вот столько осталось у меня после разборки деревяшечек. Всяких рейчик. Ну вот видите, использовалась рейка. 20 на 40. Ну по толщине можно брать, в принципе, любую. Желательно вообще полноценную доску. А толщина должна быть 22 миллиметра. Вот эти 2 миллиметра не очень хорошо. Потом в будущем сыграют злую шутку. Продолжаю разборку. Вот смотрите, как может выгнуть пол на прицепе. При этом пол, дерево в отличном состоянии. Вон как ушел. То есть стены, такая была сильная раскачка, что вырвало болты. Вот сейчас я вам покажу. Смотрите. Сломало болт. Он вывалился, его нет. Саморезы повырывало. И вот такая дырка в полу сейчас. То есть стена вот настолько вниз ушла. И пол просто изогнулся к краю. Ну вот так выглядит прицеп после полной разборки. Полы, как вы уже поняли, уехали далеко вниз. Отправились в путешествие. Ну протечка была сверху. А здесь вот, как я вам говорил, вот видите, щечка сделана. Она цельная. Она сделана из фанеры. Это, конечно, не очень хорошо. Но она в прекрасном состоянии. Здесь, конечно, от болтанки все саморезы повырывало. Их просто сломало. Все до одного. Ну, если уж болты сломало, понятно, саморезы тоже самое. Тут тоже у нас все гнилое. Закладная окна частично сгнила. Верх там гнилой. Вот эту декорацию, которая здесь была на крыше, я ее оторвал. Потому что часть потолка, она тоже была полностью сгнившая. Вот, сыпется. Поэтому буду восстанавливать, делать вставку туда. Ну, здесь понятно, да? Все сгнило. Передний подоконник сгнил, полка сгнила. Тут тоже все частично подгнившая. Закладная, вот эта, в которой крепится, вот эта направляющая низа полки. Там внутри тоже все сгнилое надо выбирать. Вот видите, вот вытаскивается. Здесь тоже все. Ну, вот эта закладная хорошая в стенке снял. Здесь тоже брусок был неплохой. Но сделаю его новый. Просто его надо необходимо снимать обязательно, потому что сюда заходит фанера, которая идет внутри. Соответственно, снимаем, фанеру крепим. Потом бруском, как бы, дополнительно прижимаем ее, чтобы была жесткость вот в этом углу, где вот эти провода. Там все это будет крепиться. Так что, вот это все, все запчасти лежат. Гнилые. Вот эта декорация красивая была сделана. Вот под ней вот такой вот потолок у нас. То, что спрятали. Вот. Это полка. Верхняя. Где-то подоконник еще валяется. А, вон он стоит. Вот. И, соответственно, вот эта деталь, как видите, вот она совершенно неправильной формы. Такая, как 3D-модель. Я в одном из роликов своих рассказывал, когда Ван Дейл делал. Видите, она состоит из раз, два, трех частей. Причем фанера, она, вот эта десятка, десятка, а здесь восьмерка идет. И дальше она сходит на нет полностью. То есть, идет в ноль. Из трех частей она состоит. И она еще, кроме того, что она изогнута сама по себе, то есть, она изогнута, она еще и завалена внутрь туда, под верх. То есть, видите, здесь толще. Вот специально разных размеров сделана. И сдвинута она. То есть, она неровная. Вот ее надо как бы умудриться сделать из цельной доски. Но один раз мне это удалось сделать. Поэтому надеюсь, что в этот раз тоже получится. Ну, получится, безусловно. Так что, работаю дальше. Сейчас буду все выравнивать, усиливать. Сначала соберу переднюю часть. Далее подоконник надо изготовить. Дальше восстанавливаем верхнюю полку. Потому что к ней идет обвязка крыши. Дальше к передней полке вот эта байда. Вот эта шляпа крепится. Ну и дальше там вставки верхние, боковины, очки. Ну, все. Вот в таком роде постепенно-постепенно будем восстанавливать. Так, полы на месте. Все теперь отлично. Закрепил болтами, стянул как положено. Снизу саморезы 6х60. Поверху пятеркой прошелся частым шагом. Теперь, как видите, полы на своих местах. Все ровно. Прицеп стал ровненький такой. По всей длине. Все отлично. Еще боковым креплением пройдусь. Сниму молдинги алюминиевые справа и слева. И пройдусь по всей длине стены. Чтобы скрепить стену и пол. Пол отличный, крепкий. Теперь. Так, здесь у нас пришлось снять боковые окна. Потому что здесь все сгнило. До самого верха. Сейчас сначала вставляем. Вклеиваем закладные. Потом ставим фанеру. Здесь ее выпускаем. Равняем. И потом уже можно делать вот эти две вставки. Внутреннюю по стене. И которая идет по креплению крыши. Ну, вот это здесь еще лента специально идет. Крепление этой ленты. Вот ко второй закладной. То есть вот с этой стороны. С правой и с левой по факту то же самое. Закладная окна. И туда вот под самый верх уходит вот это все сгнило. Все это надо будет восстанавливать. Угол зашит. Теперь все сухо. Закладная заменена с обеих сторон. Здесь также вставки все протянуто. Теперь это очень жестко. Сейчас изготавливаю полку новую. И новый подоконник. Ну что ж. Процесс идет. Решил я отойти от этих всех рейчек. Там 20 на 30 и так далее. Сделал просто монолитную. Вот эти очки так называемые. Я их сделал просто монолитной. Из кусков дерева. 22 миллиметра толщина. Внутри оригинальная фанера. Трех миллиметровка будет. И снаружи естественно будет устанавливаться панель. Теперь это такая мощнейшая конструкция. Потому что все из сплошного дерева. И сейчас мне надо изготовить вот эту верхнюю планку. Не знаю зачем у Авандела. Как я уже показывал. Крыша она загибается. Соответственно нужно вот эту. Сделать плотное прилегание передней панели. И потом по панели крыши. Вот по такой изогнутой пластине. Сейчас я буду. Сейчас я обработаю во-первых все маслом. На будущее. И чтобы между вот этой изогнутой пластиной и панелью. Тоже было там все промазано маслом. После изготовления уже буду ремонтировать переднюю панель. Там несколько кусков пластиковых не хватает. Надо их запаять. Запаять все трещины. И устанавливать уже панель на место. Сейчас еще немножко внутри надо доделать. Установить внутреннюю часть фанеры. По низу. То есть сверху из боков у меня уже все готово. Установлю фанеру. И потом уже занимаюсь верхом. И потом буду устанавливать панель. Вот так покажу вам поближе. Как все это выглядит. Соответственно. В оригинале панель вот этого верхнего куска его нет. То есть сами панели они где-то вот так заканчиваются. Вот по подоконнику. И дальше вот эта часть вся выбирается за счет вот этой изогнутой планки. Я решил завести вверх до конца. То есть я сделал большие широкие панели 25 сантиметров толщиной и сверху. И вот здесь снизу. Здесь десятка у нас идет. Здесь в пике 25 сантиметров. Дальше мне нужно удлинить подоконник. Ну там просто такая накладка делается. Чтобы закрыть, визуализировать снизу, когда будет бокс открыт. Чтобы выглядело все красиво. То есть как должно быть в оригинале. Здесь я тоже обработаю все маслом. И установлю сюда оригинальную панель. Она целая, хорошая. Так что будет нормально все держаться и будет красиво. Ну и щечки изготовить заново из фанеры. Так что работаю дальше. Рамка полностью готова. Снизу тоже все обработал. Вот кстати многие спрашивают вот чем обрабатываю. Масло 50% 50 на 50 соляра. Вот обработал маслом дерево. Вот смотрите. Абсолютно сухая доска. То есть все масло впиталось. Никакого запаха. Ничего. Отлично получается. Будет отталкивать влагу. Так. Здесь все полностью готово. Как я уже сказал. Все из доски. Что по опорной планке. Вот этой вот. То есть она здесь вот такой формы получается. То есть от центра сходит на нет. В ноль уходит туда. К закладным крыши. Стены и крыши. Значит снизу. 93 сантиметра доска. Десятка. Дальше по 45 сантиметров. Также вот эти вставки. Вот они. Они уходят в ноль туда. И здесь. Ну я сделал вставки по 3 миллиметровке. Чтобы совсем выровнять. И вот здесь вот дополнительная вставка. Значит десятка. Толщина. Уходит в ноль. И где-то с перекрытия 30 процентов. Потому что крыша у нас должна. Она же. Как бы закат идет туда. То есть если будет острый угол. Она у вас не ляжет. Она будет переламываться вот в этом месте. Поэтому с перекрытия 30 процентов. С десятки уходим на ноль два. То есть на 2 миллиметра туда. То же самое здесь. Тут также под вот этот скос. На большой доске. То же самое уводим туда. Чтобы крыша спокойно легла. Теперь панель. Толщина панели 3 миллиметра. Ложится панель. Вот здесь она где-то посередине будет лежать. Она по ровной части проходит. Идеально прилегает. А сверху как раз 3 миллиметра зазор. Вот так. Ложится уже непосредственно сама панель крыши. И получается хорошее, ровное, жесткое соединение. Панель стекла на месте. Сейчас этап сборки идет. На авандаилах, если вы будете ремонтировать вот такой авандаил, у них вклеивать панель надо в два этапа. То есть сначала вклеиваем панель. Когда все высохло, все стоит на своих местах. Потом вклеиваем крышу. Если вам пришлось ее приподнимать. Потому что на этих прицепах зазор. То есть здесь всего где-то порядка заход панели крыши на переднюю панель. Порядка трех. Там где-то 2-3 сантиметра. В общем, как украли, короче. В некоторых местах где-то вообще там по сантиметру доходит. И есть вероятность того, что если сразу ставить панель, герметик и планку, то может где-то остаться какой-то зазор. Поэтому лучше вклеивать все по отдельности. Чтобы быть на 100% уверенным, что все будет ровно и без всяких зазоров. Здесь у нас крыша, конечно, пострадала. Панель крыши. Здесь вот все, коррозия проела. Тут 2 отверстия, где были катафоты. И вот здесь тоже небольшая дырка есть. Тоже прогнила. Поэтому сейчас буду шпаклевать, красить крышу. Потом уже буду ставить молдинг. И после, естественно, крыша. Она здесь вообще очень мягкая. Ну, то есть тут она и так-то, я не знаю сколько микрон. А так тут вообще она съела. Коррозия хорошо. Поэтому я зашпаклюю. Решили с владельцем, что точно так же светоотражающей полоской. Потому что я не смогу вывести, чтобы она была идеально ровной. Иначе придется шпаклевки накладывать очень много. Лишняя работа. А так я зашпаклюю вот эти все отверстия. Все вот эту гнилушку. Выровняю все. Все покрашу и сверху наклеим такую же вот светоотражающую ленту во всю длину. Тогда все будет, во-первых, эстетично. И потом, ну, просто меньше работы придется делать. Так что работаю дальше. Все. Дырки все зашпаклеваны. Все. Сейчас подготовил к покраске. Размотовал немножко. Сейчас стараюсь аккуратненько покрасить, чтобы надпись сохранить. Чтобы ее не снимать. А дальше уже буду ставить алюминиевый профиль. Приклеивать. И, ну, приклеивать, прикручивать. Собственно говоря, процесс идет. Ну что ж, друзья. Ремонт передней части прицепа коварована Avandale Argenta окончен. Практически. Потому что осталось мне немножко собрать внутри. Но ремонт самого прицепа продолжается. Надо ремонтировать полы. Внутри они проминаются. И ремонтировать заднюю часть. Она прилично подгнила. Скорее всего придется снимать заднюю панель. Но это я узнаю, когда немножко подразберу. И посмотрю сам масштаб протечек. И вот что там сгнило. Но об этом я уже расскажу в другом ролике. На этом, друзья, все. Всем удачи. Пока.